стало известно что вы стали амбассадором пумы правильно на на билбордах ваше лицо как им это удается все успевать не только моё брат я сычулик стилёк и пантерыч просто пригласили как не знаю почему пригласили нас это из-за фотогеничности может еще и мышцы брата как же данила прошликов он что не достоин что ли помыли только дэмикс на вас выходит данила движение холландо брат там выносит мяч принял спиной но ты пойми его воспитывали от ливандовский как драг боу эти пока за счет вот защитник стоит длинная передача но это бесполезно когда такие легенды в воротах как вот забить потом туда движение в центре поля когда мяч выбивается на колбол для которым исполнялся который все примешь братан правильно 10 10 там ну как мы можем пойти стороной артура бегла ряна который в игре с файт найт он просто эту бровку пропахал был активен и не и не не уж с чем связано ваша такая такой шаг футбольном плане прям такой серьезный я понял что пора взрослеть пора расти особенно когда ты в номере с этом каждый день это как рост только наверх братан каждый раз я спрашиваю это как на стать лучше он горит соси и вот я иду к этому я хочу быть таким что там спасибо просто место потянется идем играем квадрат туда 6 квадратов играем критерия по 4 минуты потом идем сюда будет одни обороняться другие атакуют поставим двой ворот на фланге чтобы при оборе через флаги атаковать больше выделять ролл а по ниже давай давай хороший дар спасибо коридор что-то уволилась в ленда из протока из коридора никак ты уволилась ты оставил своих девчонок о которых так тряслась над которыми ты отвернулась от них нет а что ты сделал заморозила работу с протоке своими девчонками я понял я просто уже больше не могу ради мальчик умничка со второго сентября решайте вели сами работы по нас отдал можете даже отдавать я веду могут отмотать туда может губами шить под песню а я все слова много там работал открывался алексей курденев автор голова рота fight night не эстетичного гола многие жалуются болельщик что вы забиваете да но вы не сбиваете красивые голы что с красиво забивать гол есть 1-0 на табло был все команда повела все спокойно стало почему-то выдумывать по девяткам бить когда можно так спокойно даниил как чувствуете я слышал и вы болели я прекрасно себя чувствую выздоровел отличную форму поддерживаю и хочу играть в футбол подождите поддерживаете форму что это значит поддерживать форму разве вы не болезни после болезни разве вы не в обойме и не готовитесь к матчу с продакой костромой а я не знаю что там кому напишут что поедет вряд ли в кострому меня возьмут после болезни а сейчас ходят слухи что арабские клубы хотят купить венисиуса за миллиард если бы иного месте вы бы согласились я думаю да а как же франческо тотти альсандель первое эмблема все это же венисиус сделал семерку закрепил нормально мне кажется своими си выполнен можно поехать я за ройсов что плю мой мой любимый ухо слабость ухо как вообще в так хорняк как и и в в в в в их все в в в Динфики? Но это в этот свой Sony Playstation А, Динфики залпнули Хорош, ура! Там вода, оспокойся, да Илья, здравствуйте Как проходит восстановление? Замечательно Специально для вас сегодня такой интерактив, такой небольшой 10 серия, и для вас специальный вопрос 10 футболистов под номером 10 Вперед Ни одного, не знаю, футбол не смотрю Спасибо Ильдар Вторая попытка 10 под номером 10, легче, сами сказали Дель Пьера уже назвали, еще 9 Дель Пьера, Марадон, Месси Три Ооо, кто раньше 10 А как камера, наоборот, сразу затупеешь Да, это было в 6-7 Было в голове Кто еще по 10-му нас играл Все, пока Ха-ха-ха Расслабленный Расслабленный Расслабленный, гал Ног Блядь, стой, смей Давай 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фрол, ну ты должен выручать эту серию, day-to-day номер 10 и такая интерактивная игра. Десять футболистов под номером 10, никто не ответил. Десять футболистов под номером 10? Ну, поехали. Смолов. Драсс. Мэйси. Два. Кто еще? Блин, это надо быстро или... Быстро, быстро, быстро. Ну, если быстро, тогда называю Бабзунис. Три. Играл под десятым номером. Сейчас, секунду. Навешу, смотри точно на голову. Три. Сейчас я тебе назову. Бензима играл в свое время по десятым номерам. Четыре. Фигу по десятым номерам играл. Эден Азар. Шесть. Потом в Бразилии Неймар играл за Бразилию. Семь. По десятым номером было. Потом давай по Португалии пойдем. Бернардо Силва играл? Нет, по десятым? Нет, мне кажется, не играл. Мне кажется, тогда пойдем по Испании. Это Ольма на этом Евро играл. Восемь. Потом Испания в то время, это кто был? Десятый. Это Мата играл точно по десятым номерам. Девять. И последнего, да, возьмем. Из какой страны вот просто выбрать? Из Франции, но это Бапе. Десять. Браво. Максим Фролов справился. Чемпион этой игры. Эдамс Вальтер Скляр Зе Луиш. Икона Тудроц. Вы можете наблюдать его на билбордах. В России, в всяких магазинах. И специально для вас новая рубрика. Топ-10 футболистов под номером 10. Не топ-10, просто 10 футболистов под номером 10. Пока Максим Фролов справился единственной с этой задачей. Давайте. Легко. Майкл Оуэн. Раз. В то же время, понял. Десятки. Месь. Два. Как камера направляться, я просто теряюсь. Ой-ой-ой, Кропский. А сколько время вообще? Ну, минута желательно, но уже... Минута? Ты с ума сошел? Ласьков. Три. Выигрывал, да? Две секунды вырвал. Пока я попал. Три ласьков. Хорошо. У тебя номер, это же редкий номер. Это же... Дельфер. Четыре. На самом ходе знаешь? Ибрагимович. Десятка. Инзаги. Девятка был. Рональдини. Шесть. Десятка. Так, какие команды? В Юве, в Юве десятка, по-моему. Квадрада был десятый, нет? Могу ошибаться. Конечно, нет. Нет, нет, да? Дибала. Семь. Агуэра девятый. Ну, в Манчестер десятом был вроде, Горни. Давид Силла десятка был, нет? В Манчестер Сити, а Горь каким был? Десятым, нет? Девятый, по-моему. Или десятка. Хорошо, зачтем. В комментариях проверят, ребята. Восемь, еще два. Так, давай взимой какой-нибудь Арсенал Тула. Да, я не знаю. Левша там. Ткачев. Ткачук, может быть? Нет, Ткачев, по-моему. Ткачев. Хорошо. Еще и последний. Проверим в комментариях. Откуда-нибудь. Бута Магомедов и схема. Фанелки. Все, браво. Спасибо. Не стыдно убирать грязь, стыдно жить в грязи. Алексей Шумахер, администратор команды Тутродс, полоначальник. Специально для вас 10 футболистов под номером 10. Вперед. Ебать, ты сказал. Ласьков, Марадона. Два. Воробьев. Три. Это я иду по тем, кому не должны были давать. Далее. Гаучу, смотри, Гаучу. Кто у нас? Давай. Дель Пьера. Четыре. Вместе в десятом был? Пять. Сложно вспоминать. Нет, давай на пяти остановимся. У меня моя десятка. Это Ласьков Дмитрий Вячеславович. Илья Скоропопов, Максим Иртусевич. Один цепкий центральный хав, другой креативный. То есть взаимозаменяемый, взаимодополняемый. У нас банда нейтральных. Называй нас нейтральными. И вопрос вам двоим сразу, потому что мало кто справился с ним. 10 футболистов под номером 10. Так что... Десять? Десять, да. Лионель Месси, Андреа Шавин. Три. Четыре. Четыре уже. Шесть. Давай Хуан Мата. Пять. Пинцип Ромис. Шесть. Тедисмолов. Семь. Какой-то кинсерилет локомотивы. Восемь. Ласьков какой номер? Тоже 10. Девять. И последний. Четыре на дону? Да. А у Снайдера не было? Снайдер. Десять. Браво, ребят. Лучше всех справились. Но две головы лучше, чем одна. Сигарет. Когда футболом увлекаешься, ну, все знают. У нас общий возраст 42. Чуть-чуть, да, разный. Тридцать и мне 12. А какие у вас номера были в детской школе? У меня 11. У меня очень много было. У меня 11, барабанные палочки мои любимые всегда были. Почему? В честь кого? Ну, просто вот у меня маги... Я верю в магию чисел. Это у меня день рождения... Я родился в 2002 году, 22 августа. 2-2 делить на 2, 11. 11-22, вот это вот мои номера были. А у нас у кого 11? У Хула? Да, у Хула был. Ну, не, я уже как в медийку пришел, я просто взял папину. В бейсменте был занят, номер 11, я взял батину любое число. 28. Карен, человек, который никогда не пропустил треновку, он должен быть в команде, он должен быть во всех новостях. Бралан, я сегодня, ну, на вторую подъехал работку, на матч 2 поговорить пришел. Шум. Как самый заебанный администратор в мире. Что можешь сказать по команде? По команде? Я за Жевский, со столицы. Все хорошо, но я заебался. Больше интервейт этого человека никогда не хотел, чтобы это самый неэмоциональный человек в мире. Еще один вопрос. Что скажешь про Сопрональдо? Откуда он? Сопрональдо у нас, с его слов, он человек с Фавел, в реальности немножко по-другому. Он вам расскажет в личном телеграм-канале. Ай, как он завернул опять это подписываться. Ну, братан, личная интеграция всегда никому не мешала. Ой, а ты что, будто запрыли что-то. Карен, а что за новый формат у вас, фотографировать себя постоянно в зеркало? Ну, это, знаешь, трансформация, братан, трансформация 365 дней. Я уже другой представил. Что это, братан, что это? Дмитрий, здравствуйте, треновочная неделя окончена. Сегодня была крайняя тренировка перед выездом в Кострону. Завтра выезжаем. Как вы вообще оцените состояние футболистов? И так в целом, довольны ли вы ребятами по прошедшей неделе? Ну, конечно, доволен, если мы выполним план, который был утвержден именно на эту неделю. После игры с Fight Nights. Все выполнили, отработали кое-какие моменты, которые нам пригодятся в игре. Вот, в основном, теперь нужна одна проблема, 18 набрать. В смысле не набрать, а в смысле повезти туда, потому что все готовы, все рвутся в бой. А это, наверное, самая главная проблема, что только 18 человек могут быть заявки. А вы уже определились с этой ситуацией? Нет, сейчас будем определяться. Сейчас напишем, будем отбирать людей. Смотрите, еще такой, проведем игру такую небольшую. Сейчас 10 выпуск, номер 10. И сможете назвать 10 футболистов под номером 10 за всю историю футбола? Постараюсь. 10 футболистов, да, пожалуйста. Ревелина. Раз, два, три. Федор Черенков, четыре. Владимир Татарчук, пять. Дальше у нас кто еще был? Давайте сборная Аргентина, кто у нас еще? Месси, шесть. Сборная Германия, кто у нас играл 50-й. Даже не помню, наверное. Нет, я не помню. Когда я играл. Шесть, еще четыре футболиста. Да любые, можете современного футбола, пожалуйста. Который сейчас, да, да, да. Так, ну, давайте... Сейчас уже по другим номерам какие-то догнать. Я хочу хороших Рональдиньо, например. Семь. Не было его еще три. Да, не было его. Да, не было. Рональдиньо не было. Так, вот каким у нас играл этот... Даже затрудняюсь уже говорить. Нет, это сложно, когда вот врасплох... Нет, 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 когда врасплох застаешь. Мне хочется таких назвать, которые раньше играли. Ну, например... Чтобы люди... Подожди, сборный. Сборный. Англия, кто у нас есть десятый номер? Золотой ребенок его называли. Десятый номер, да. Гасконь? Нет, Гасконь другой. Майкл, Майкл его зовут. Алоуин. Да, Майкл, он восемь, восемь. Еще два. Я просто не помню, под какими номерами, не знаю. Только игроков-то знаешь. А вот под какими номерами это тяжело. Так, дальше. Еще два футболиста. Агуэра, по-моему. Девять, да. Манчестер Сити был. Манчестер Сити, да? Да, и последний. И последний. Кто у нас играл? Подожди, подожди, подожди. Сейчас у нас Дани, 10-й. Бэйл, Бэйл и в этом, и в Зените, и в Динамо. Давайте еще кто-то. Одного в нагрузочку, 11-го. Кто там у нас еще играет? Сейчас в Динамо 10-й. Сейчас никого, по-моему, нет, да? Сейчас не знаю. Зенит тоже. Все искать, сколько в 10-й. Не Обликов играет? Нет, нет, нет. Он 95-й, вроде что-то такое у него там. Сейчас, все придумал. Давайте одного из... Сборная. Давайте, какая сборная. Надо, мы сборную Франции, например, взять. Ну, Зидан, конечно. Браво, все. Зидан, да. И тот же Платини Мишель. Да, 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 12. Просто сборная надо вспоминать, и потому что хоть многих я играл. И у меня майки даже были. Я что-то дарился. Все, спасибо. Напоследок что-нибудь скажете? Ну, конечно, смотрите в закрепленном комментарии, переходите по ссылке, и вы можете выиграть любые призы. И участвовать в любых конкурсах. Спасибо. Артур, поздравляю с моим единым статусом. Я долго шел к ним. И сейчас, ну, я думал, все по праву. Я и есть медиа. А какие аргументы вот в пользу вас были? Ну, первый критерий – это узнаваемость комьюнити. Ну, узнавая меня, только вас сам, наверное. Больше никто. Поэтому я думаю, заслуженно. Я с третьего сезона шел к этому. Поэтому, думаю, какой-то, да, вклад внес в развитие медиафутбола, не знаю, своей игрой может. Ну, не ситуация в поезде. Не делайте так. Это плохо. Скажите, пожалуйста, у вас какие-то в интервью проскакивает, что у вас какое-то нестабильное психологическое состояние в связи с событиями. В связи с событиями, с этими разговорами, с этими скандалами вокруг вашего имени? Да нет скандалов никаких. Просто, ну, чуть эмоционально такие качели. Вроде куда-то лыжи одел, хочешь поехать, да? Потом вроде остановился, на пить-стопе стоишь. Да нормально, что? Я думаю, если в ближайшую недельку там ничего не произойдет, я вернусь в прежнее свое состояние. Дмитрий Викторович, сейчас находимся в Лужниках в такой чудесной, в такую чудесную дату стоят Московского торпеда. Вы же воспитанник фэшн-торпеды, детство провели здесь, правильно? Не воспитанник фэшн-торпеды, я воспитанник союза, клуба союз, который находится на южном ядре. Вот, и мне знакомо этот стадион, очень близко. Здесь очень много памятных событий. Происходил финал кубка СССР 91-го года, когда мы выиграли. Я здесь поднимал кубок, последний кубок Советского Союза. И много игр. Одно время у ЦСКА был домашний стадион Лужники. Поэтому приятно возвращаться сюда и находиться. Тем более еще на столетие торпеды. Клуб с историей, с великой, с бывшими, великолепными футболистами, звездами, которые играли за сборную СССР более раннего созыва. Ну и что еще можно сказать? А вы вспомните самый запоминающийся матч в Старпедо, который первым новым приходит, когда вы против Старпедо играли? Что это за матч был? Финал кубка Старпедо был. Финал кубка СССР 91-го года, когда мы 3-2 выиграли за за 3 минуты до конца. Просто матч феерический был. 2-2 было. И мы в конце вырвали победу, да, и забрали кубок. Потом очень много здесь и с Ромой игра была, и я помню игру за сборную с итальянцами в Лужниках, когда пришло 95 тысяч, и нам нужно было не проиграть, чтобы попасть на чемпионат Европы 92-го года. Мы сыграли 0-0, попали. И из-за ЦСКА очень много памятных игр, и много голов здесь я забил, пришел приятно вдвойне. Вот, и... В общем, воспоминания о стадионе Лужники, ну, а Торпедо это один из, наверное, неудобных, да, соперников было. И они... Такой футбол у них все время тягучий, неприятный. Вот, и... И мои близкие друзья, с которыми я в одной школе учился, братья Савичева, вы, наверное, помните, да, и Юрий, который забил памятный гол на Олимпиаде в Сеуле. Бразильцам в финале, когда мы олимпийскими чемпионами стали Советский Союз в последний раз. Так что, хочется поздравить Торпедо с праздником, пожелать им процветания, чтобы наконец-то у них свой стадион появился. И прибавлялось, скажем, года все больше и больше поклонников и болельщиков Торпедо.